Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Динский предприниматель Александр Черепянко, обвиняемый в подстрекательстве к убийству, совершенном по найму 12 лет назад, вину на первом судебном заседании не признал. Непосредственный исполнитель преступлений Вячеслав Еременко, который судим пять раз, также отрицает свою вину. Вы признаете себя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пункта Межрайзея, часть 2 статьи 35, пункта Межрайзея. До начала судебного следствия Черепянко заявил два ходатайства, попросил суд допустить в качестве защитника лицо, не являющейся адвокатом, его юрисконсульта Ирину Перевозчикову, которая работает у Черепянко почти 10 лет. Первое ходатайство суд удовлетворил, так же, как и второе, в котором предприниматель просил суд допросы свидетелей о преступлении, в котором потерпевшей была его супруга и где прозвучат сведения интимного характера, провести в закрытом судебном заседании. По версии следствия, в 2004 году в Чите по заказу Черепянко был убит мужчина, который несколькими годами ранее совершил преступление в отношении его супруги. Предприниматель обратился к братьям Дрюниным, обещая заплатить им 300 тысяч рублей. Дрюнины разработали план и привлекли еще двоих соучастников, один из которых напоил алкоголем жертву в кафе, а другой, Вячеслав Иременко, после того, как мужчину привезли в один из гаражных кооперативов, с помощью веревки задушил его. Братья Дрюнины снимали все происходящее на видеокамеру, чтобы в дальнейшем, как сообщил оглашая обвинительное заключение прокурор, не только доказать Черепянко, что заказ выполнен, но и иметь рычаги давления на него. Тело потерпевшего вывезли в пригородный дачный кооператив и сожгли. Я полагаю, что доказательной базой является достаточной. В ходе судебного заседания все доказательства будут исследованы и судом будет дана надлежащая оценка. Наказание до 20 лет лишения свободы, в том числе сам со статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. В течение недели суд планирует допросить потерпевшую, супругу убитого, свидетелей, среди которых местный авторитет Дмитрий Ведерников и братья Дрюнины. Александра Леонтьева, Илья Татауров. Специально для Забонфору. Продолжение следует...